Здравствуйте, мои прекрасные хозяйки! Приветствую вас на своем канале. Прекрасные зрительницы, которые не убираются сами, тоже вас сердечно приветствую. Ну да, сегодня видео будет об уборке. Я расскажу вам о такой швабре. На самом деле, что здесь рассказывать? Вообще такая швабра была у меня давно. Для полов я ее купила, потому что она предназначена для того, чтобы мыть полы. И считаю такую швабру крайне неэффективной. При этом сама швабра может быть сделана из разного материала. Это могут быть такие скрученные жгуты наподобие толстых веревок. Это может быть какая-то микрофибра. Это может быть даже хлопковая швабра. Могу сказать, что мыть ею неудобно. Прежде всего, потому что ее очень тяжело отжать в то устройство, которое предусмотрено для отжатия. И также она очень быстро набирает на себя мелкие загрязнения, мелкую пыль, мелкий ворс. В итоге потом эта швабра очень быстро выходит из строя. Она становится вообще неэффективной, потому что, помимо того, что оставляет очень мокрыми полы, так еще и оставляет вот этот микро ворс. И да, если даже мы пылесосим полы перед тем, как их помыть, а так нужно делать, так мыть ее полы будет гораздо эффективнее, гораздо быстрее, все равно я замечала, что на такой старой, очень быстро состаривается эта швабра, остаются какие-то микрозагрязнения, которые потом переходят на пол, и ты, в общем-то, возишь этой влажной тряпкой, этой влажной шваброй, и под большим сомнением, что ты делаешь, собираешь ли ты всю пыль, либо она вот так остается. И стала я счастливой обладательницей этой швабры, рассказывала, потому что сеньора, которая должна была остаться у меня, убираться, попросила такую швабру, у нее была проблема с запястьем, она классическую тряпку отжимать не могла. С этой шваброй я осталась, и что я попыталась ее сделать? Я попыталась ее помыть в ванную, потому что традиционно я мою в ванную вот таким способом. Самая обычная швабра, которая используется в Италии, для нас она непривычная, для нас это щетка, и вот такой щеткой я заметила, и много раз тоже рассказывала в своих видео про уборку, очень легко и удобно крепить самую обычную тряпку для полов, которую мы будем использовать. В моем случае тряпка для полов, это тряпка из отдела все для мытья и ухода за автомобилем, я искренне рекомендую, дорогие хозяйки, именно туда идти за тряпочками, потому что там более эффективные, точнее более эффективные, там тряпочки лучшего качества, и они, скажем так, их КПД гораздо-гораздо больше, их качество гораздо лучше, там же я покупала, например, искусственную замшу для того, чтобы протирать стегла. Соответственно, вот таким образом всегда я чистила ванную, непосредственно, куда я набираю воду, где купаю своих детей, где принимаю свой спадень сама, делаю спадень сама, и подумала, что, возможно, такая швабра, но хоть здесь мне сгодится, но ничего подобного. По большому счету черенок постоянно упирается в сторону ванны, либо в дно ванны, и вот эти, даже не знаю, как назвать, вот эта материя, она просто свисает и фактически ничего не чистит. Неэффективно использовать подобную швабру для очистки ванны совершенно точно. Эта швабра у меня стояла-стояла, думала я ее уже расслабить, пока не пришло мне в голову обработать, скажем так, очень высокие какие-то труднодоступные места, которые имеются в любой квартире. В моем случае это прежде всего зазоры над балконными дверями, вообще просто над окнами у нас окна в полную, также любые, скажем так, люки, вот за моей спиной слева от меня под потолком есть люк, где, конечно же, вентиляционные люки скапливают огромное количество пыли. Я думаю, что любая хозяйка, подняв свои прекрасные глаза очень кверху, найдет достаточное количество мест, где можно пройти с тряпочкой, чтобы пыль стереть. Но проблема того, чтобы пройти с тряпочкой, это то, что вот такое устройство, лестница за моей спиной, потому что я мыла окна, а точнее мыла лестницу, стекло на лестнице, нужно, что называется, за собой передвигать. И помимо того, что ты вынужден на тряпочке постоянно полоскать, споласкивать, так еще с этой лестницей по всей квартире ты ходишь. И что я поняла? Я поняла, что это не предназначенное для этих целей, а предназначенное для полов швабра, очень удобно, вот для таких высоких, труднодоступных мест. Она прекрасно собирает пыль, она прекрасно собирает загрязнение, она не пачкает стену, но единственное, здесь мы должны понимать, что тряпочку такую придется нам для этих целей менять очень часто. Да, ее можно стирать, ее можно стирать даже в машинке, но могу сказать, что все равно вот эта ткань, которая используется для изготовления этих тряпок, как я и сказала в начале видео, она имеет какое-то удивительное свойство не отпускать это загрязнение, не отпускать эту микропыль, соответственно, тряпочка очень быстро выходит из строя. И могу сказать, что да, я решила для себя проблему вот этой нудной уборки, когда ты вынуждена за собой либо стул переносить, либо лестницу, как в моем случае, чтобы протереть вот эти высокие труднодоступные места. Но, когда я поняла, что этих высоких труднодоступных мест было в моей квартире очень много, и пыли там поднакопилось, и тряпка моя стала из белой, превратилась в серую, я поняла, что для этих целей мне придется купить опять-таки новую, а эту, что называется, я решила доиспользовать. И я доиспользовала ее на плинтусах, очень удобно тоже стирать пыль с плинтусов, то есть не нагибаешься вручную, на коленочках ползаешь с тряпочкой, протирая плинтус, а вот такой тряпочкой быстро, точнее такой шваброй с тряпкой быстро по всем плинтусам пробежалась, все чистое, все хорошо. Но эта швабра для меня оказалась бесценной для того, чтобы убираться под кроватью, потому что под кроватью у меня не входит ни шланг с насадкой от пылесоса, настолько низкий бортик, ни, соответственно, моя классическая швабра, которую я использую, как я показала в начале видео. А вот эта швабра вошла, из-за того, что ее можно вообще горизонтально положить относительно поверхности, относительно пола в данном случае, она на самом деле прекрасно входит и удаляет все загрязнения. Вот для меня это явилось прекрасным открытием, потому что у меня в квартире, но на самом деле в любой квартире есть много вот таких труднодоступных, узких мест-зазоров. Как правило, это мебель, которая не очень плотно стоит к стене, либо мебель, которая не очень плотно стоит к другой, по отношению к другой мебели. Вот туда, везде, везде, где бы я ни пробовала, везде пролезла эта швабра. Прежде всего потому, что фактически толщина этой швабры это толщина непосредственно самой рукоятки. А ткань, поскольку она занимает положение хаотичное, которое должно занять, которая должна, точнее, ткань занять эти отрезки, я даже не знаю, как их правильно назвать, вот действительно оказалось для меня эта вещь очень и очень в итоге полезной. Поэтому совершенно точно, дорогие хозяйки, при том, что я эту швабру категорически раскритиковала, никому не советую покупать для уборки, для мытья полов. Эта швабра может быть действительно вам очень хорошим подспорьем для вот такой точечной уборки, конечно же, возможно, даже и не еженедельной, когда нужно обработать, когда нужно достать, причем сделать это быстро и сделать это эффективно, то есть собрать действительно всю грязь, все загрязнение, это может быть пыль, это может быть все что угодно, действительно с высоких труднодоступных вещей, точнее мест и вещей, кстати, тоже, ну и, соответственно, пролезть туда, куда ничто другое не проходит, ни пылесос, потому что имеет достаточно широкий диаметр труба, ни, допустим, классическая швабра, которая, к тому же, очень часто не разворачивается сферически, не верится вокруг оси. Ну и в заключение хочу сказать, что эта швабра явилась также, наверное, самой-самой лучшей вещью для уборки лестницы, потому что если я мою лестницу вручную, это трудоемко, уходит больше времени и так далее, ну и, опять же, не очень приятно по этой лестнице ползти сверху вниз, обычно я ее протираю, мою. Не очень удобно с пылесосом шагать по этой лестнице, и если я мою лестницу классической швабры, ну классической для меня, как я, опять же, в начале видео показывала, то тоже неудобно, эту тряпку ты постоянно теряешь, поскольку вот в таком варианте тряпка никак не крепится к швабре. Есть швабры, к которым крепятся тряпочки, у меня есть такие швабры на море, я показывала такую швабру, но, опять же, к углу, скажем так, в углах, вот в углах прямо такие лестницы, очень часто остается непромытое пространство, которое раз не промоешь, два не промоешь, а уже на какой-нибудь пятый раз его начинает быть видно, потому что отличается поверхность какой-то вот этой белесостью, этим загрязнением. Так вот, эта швабра очень удобна также, по причине того, что везде проникает вот это порезанное на кусочки ткани, очень удобно также для лестницы. Я прямо-таки лестницу теперь мою очень-очень быстро, теперь не хожу по ней с пылесосом, не хожу по ней отдельно с тряпочкой, а прямо-таки, что называется, два в одной, как метелкой с одной стороны сметаю все загрязнение, которое редко бывает у нас, потому что, как я говорила в другом видео, для того, чтобы в доме всегда было чисто, в доме нужно каждый день убираться. Соответственно, вот лестницу теперь я тоже очень-очень быстро убираю, чему, конечно же, очень-очень рада. Поэтому вот такое мое удивительное открытие в отношении уборки случилось со мной, вот буквально-буквально недавно. С вами с радостью поделилась. Желаю вам всем, дорогие хозяйки, хорошего настроения и как можно меньше уборки. Уборка, конечно, это способ контролировать пространство вокруг себя, но все-таки это процесс достаточно трудоемкий и малоприятный. Всем хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»